Здравствуйте! Это программа подробностей, подробнее о главных темах дня или недели. Безусловно, что одним из важнейших событий сегодняшнего дня стало первое в этом году заседание Рязанской городской думы. Оно прошло в 12 часов в большом зале городской администрации. И вот подробно о том, что говорили депутаты, мы сейчас и обсудим. Вместе с нами глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Еще раз здравствуйте, Андрей Анатольевич. Выделились на заседании думы, но тем не менее. Ну, наверное, центральным вопросом, который стоял в сегодняшней повестке дня, это был вопрос под номером 1, отчет городского управления Министерства внутренних дел о работе во второй половине 2013 года. Вот ваше, как главы города, впечатление об услышанном? Ну, вы знаете, вообще, заслушивание отчета руководителя столь важного подразделения в нашем городе, он, сам отчет является таким информационным блоком, очень серьезным, базовым, не только для Рязани вообще, это, наверное, для каждого муниципалитета, потому что людей, как в любом городе, как в Рязани, так и в других городах, очень волнует вопросы безопасности. И поэтому, когда этот отчет сегодня мы заслушивали, то отрадно, что он был очень полным, он отражал все стороны жизни, он был статистически наполненным. Вопросы, которые поступили от депутатов, были очень верные, очень правильные. Они касались разных сфер совершенно работы наших органов внутренних дел города Рязани. И они были очень конструктивными в плане того, что в последующем будут намечены определенные шаги по более тесному взаимодействию депутатского корпуса, которые непосредственно общаются с населением, иногда больше знают, чем другие проблемы того или иного участка города. И эти проблемы, они в таком режиме могли бы быть обсуждены и лучше решены в вот таком тесном контакте. Совсем недавно все-таки были выборы, и выборы показали, что вопрос, который именно связан с безопасностью, он является одним из наиболее приоритетных в нашем городе. Слава Богу, что УВД по городу Рязани за прошлый год добилась достаточно высоких результатов, динамика положительная в плане решения многих проблем. Мы здесь можем говорить и о нелегальном обороте, значит, нелегальной спиртосодержащей продукции. Очень важный вопрос, который был одним из тех направлений доклада начальника управления. Конечно же, это и вопросы, связанные с преступностью, профилактикой преступности в нашем городе и очень многие другие вопросы. Считаю, что на сегодняшний день есть серьезные результаты, положительные результаты подобной работы. На самом деле, я, наверное, вынесу вам, скажу, что вот как депутат я, наверное, тоже скорее доволен работой регионального УМВД, потому что, ну, даже взять в части так называемого антиалкогольного закона, запрещающего торговлю спиртосодержащими продуктами в жилых домах, там, да, видно, что вот всевозможные вот эти рюмочные, кофейни, закусочные закрываются. Да, не все пока удалось закрыть и есть над чем работать, но видно, что УМВД работает. И, на мой взгляд, очень важно сегодня, что со стороны депутатского корпуса прозвучало предложение, чтобы участковые инспектора вошли в состав Совета в территории, в округах, где наряду с депутатами находятся обычные люди, старшие домов, подъездов. И, насколько я понимаю, у УМВД это предложение в ближайшее время рассмотрят. Совершенно верно. Вот мы говорим о связи у нашего Управления внутренних дел сотрудников в городе Рязани с населением. Я считаю, что здесь процесс идет очень правильно, потому что здесь мы можем говорить и о вхождении представителей УВД города в территориальное общественное объединение. С другой стороны, мы знаем, как активно развивается в городе Рязани система добровольных народных дружин. У нас около 500 человек дружинников, и они патрулируют наши улицы, помогают нашим сотрудникам УВД выявлять административные правонарушения, вообще правонарушения в том или ином уголке нашего города. Так, работу, наверное, сотрудников органов внутренних дел замечают большинство жителей Рязани. Я могу просто привести один пример из того же отчета, который мы заслушивали, касаемый обеспечения правопорядка на тех же самых культурно-массовых мероприятиях. Ведь по статистике около 250 тысяч рязанцев, а это фактически половина населения города, побывало на тех или иных в течение 2013 года мероприятиях. И то, что система безопасности работает, то, что здесь вопросов не возникает, и идет очень слаженная работа с муниципалитетом, с организациями, которые занимаются безопасностью населения, это результат как раз и является результатом того, что вот эта работа, она полностью налажена на сегодняшний день. Поэтому каждый из нас, в принципе, это из рязанцев ощущает. Это тоже отрадно. Эта работа должна продолжаться. Я считаю, ее нельзя снимать с контроля ни в коем случае, потому что требования достаточно жесткие, предъявляются здесь, по-другому быть не может. Но эта работа ведется, это отрадно. Ну и еще один важный вопрос, который сегодня был рассмотрен, он касался изменений в устав города Рязани. Ну, буквально давайте попробуем коротко рассказать о том, что же мы меняем. То, что касается изменений в устав города, они уже давно назрели, потому что, я думаю, телезрители, они хорошо понимают изменения, определенные в федеральном законодательстве. Мы не могли этого не сделать, потому что устав – это тот документ для города, он является основополагающим, и он должен быть приведен в четкое соответствие с федеральным и региональным законодательством. Хотел бы отметить, что в основе этих изменений было множество вопросов, но я просто назову некоторые из них. Во-первых, эта система наград в городе Рязани, она получила свой узаконенный такой вид. Вы прекрасно знаете, что, как и все телезрители, два года назад в городе появилась очень такая уже престижная награда – медаль Надежды Николаевны Чумаковой. И для того, чтобы она действительно стала одной из таких значимых наград, узаконить ее место в нашем городе, а именно нормативы такие прописываются в уставе нашего города, сегодня было внесено такое изменение. И это правильно, это такое, знаете, культурно наградное, можно даже сказать, такое завоевание нашего города. Кроме того, серьезной проблемой является воздействие табачного дыма на здоровье человека. И вот этот вопрос был отнесен к полномочиям администрации города Рязани, соответственно, информирование, профилактические работы, мониторинг вот этой деятельности, насколько она эффективна, а может быть и неэффективна, как в каких-то частях. Вот этот мониторинг необходимо проводить, информировать население о том, каков уровень потребления и чему это все ведет. Поэтому вопрос очень важный, вопрос государственного такого порядка. И мы также вопрос постарались закрепить в уставе. Кроме того, к вопросам местного значения относятся и вопросы на сегодняшний день, вопросы, связанные с развитием межнациональных отношений. И то, что теперь к местным вопросам отнесенный вопрос о согласии, межнациональном согласии, о том, что городу необходимо за этим следить, принимать соответствующие меры, обеспечивать социальную, культурную адаптацию, заботиться о том, чтобы, безусловно, народы и их культура, народы России, которые проживают в городе Рязани, безусловно, это направление, это, в общем-то, культурное составляющее, культурное явление, оно, о нем была проявлена забота, безусловно, это также вошло в состав того, что сегодня на городской думе было изменено, и что вошло уже в новую редакцию, отредактированной части устава города. Я благодарю вас за то, что после сегодняшнего заседания нашли время и приехали к нам в студию, мы вместе, скажем так, более подробно рассказали горожанам, что же делала городская дума сегодня, и, надеюсь, мы эту традицию продолжим, и, ну, если уж не после каждого заседания, то после большинства будем вот так же встречаться. С большим удовольствием, Ильич, с большим удовольствием, спасибо вам большое. Спасибо вам, это была программа подробностей, ее гость Андрей Кашаев, глава Рязани, председатель Рязанской городской думы. Субтитры подогнал «Симон»